Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курокти-Анапе. Мы находимся сегодня в станице Благовещенское. На улице Прибрежная, 15. Посмотрим парк-отель Благовещенка. Мы находимся на первой береговой линии. То есть сзади меня парк-отель и за ним сразу же море. До моря вам идти никуда не надо будет. Очень интересный обзор вас ждет, друзья. Сама территория парк-отеля полностью огорожена. Есть внутри небольшая парковка. Здесь снаружи ставят машины. Это все относится к ребятам. Если вдруг вы хотите поставить под охрану, вам не хватает на территорию, место буквально 50 метров, за этим зданием есть еще одна парковка под видеонаблюдением. Здесь у нас продают квас, лимонад, фрукты, овощи, торговые параллельончики. Туда дальше в самой станице есть разнообразные сетевые магазины. То есть все то, что вы любите покупать, вы сможете приобрести. Все пляжные принадлежности, вот магазинчики, все продается. То есть все вообще в шаговой доступности. Если вы приезжаете за тихим прекрасным отдыхом, вам больше ходить не надо. Здесь магазин продукты тоже прям рядышком с базой находится. Все, все, что надо есть. Все находится под охраной. Охранная фирма прям. Машина вам здесь стоит. Заходим вовнутрь. Заходим на территорию. Территория довольно-таки большая. На ней много корпусов, в которых находятся номера. С правой стороны у нас находится администрация. И здесь сама зона рецепшена. Здесь есть такая стойка. Места, где посидеть, отдохнуть можно. Здесь, кстати, видно, что все находится под видеонаблюдением. Здравствуйте. Будем рады вас видеть в нашем парке отеля Благовещенко. На территории упаковка платная. 300 рублей. Так же, как и там, который я говорил за знанием, вы можете поставить под охрану свою машину. Друзья, с левой, с правой стороны есть элементы благоустройства. Вот так вот выглядят сами домики коттеджа. То есть, здесь есть сразу же карта расположения корпусов. В конце находится свой собственный бассейн. То есть, места очень-очень зеленые. Очень много всяких элементов таких красивых, которые притягивают взгляд. Мне это сразу очень понравилось. Потому что ходишь, тенечек, зелень. То, чего на современных базах не хватает. Но народ уже начинает веселиться. Сегодня мы с вами должны увидеть еще и детскую анимацию. То есть, везде зелень, везде есть полив всех этих территорий. То есть, вы будете отдыхать на каком-нибудь большом оазисе, который находится прямо на берегу моря. Есть детские площадки, тренажерчики разные между коттеджей. Куда вы можете сходить и позаниматься спортом. Зона благоустройства с гномиками. Здесь качель, полазить, турничок. Возвращаемся на главную аллею. Такие вот интересные скульптуры есть. С правой стороны мы подходим. Здесь расположена столовая. Питание не входит в стоимость проживания. Поэтому сами можете прийти в столовую, выбрать блюда, которые хотите. Давайте сразу зайдем в столовую, чтобы вам было в голове именно картинка последовательная, что есть. То есть, на улице есть возможность покушать. Есть детские стульчики. Столы хватает, в принципе. Все, никаких очередей мы не видим. Есть микроволновая печь на входе. Здесь находится сначала бар. Все нужные напитки, разливные. Также можете прикупить мороженое. То есть, с территории базы можно вообще не выходить. И дальше столовая. Вот, правильно написано. Заходим, смотрим. Здесь есть внутри места, где можно посидеть, поесть. И вот так вот выглядит зона раздачи. Ложки-вилки. Сок по 50 рублей в ассортименте. В холодильнике все стоит. Салатики разные. И смотрите, цены. Здесь напитки. Если хотите сладости, здесь также все есть. Развища зрачка. Конечно, по гарнирам. Соусы. То есть, все подписано. Хорошо видно. Отлично. И дальше по цене. Бензин. Вот. Первое блюдо. Все остальное. Также есть чайная станция. Ну, в принципе, поедине. Никаких вопросов быть не должно. Разнообразное большое меню. Выходим дальше. Сели, поели, есть. До этого, что вам надо. И теперь можем дальше прогуливаться по территории. Впереди нас еще ждет детская комната, бассейн и детская площадка. Люди приезжают здесь со всей России на отдых. Кто открыл для себя такие великолепные места. Вот здесь, кстати, такой большой корпус уже находится. Домики такие маленькие закончились. Везде какие-то вот элементы, элементы, элементы благоустройства, что делает место более красивым и уютным. Перед корпусом номер 6 здесь есть поворот налево. И тут находится детская площадка. Сама детская площадка выглядит вот так. Дети сидят, играют за столом. И есть такой детский городок. Турнички, кольца, качель. Также с задней стороны корпуса номер 6 здесь есть детская зона, где обычно с детками работает аниматор. Сейчас у детей здесь идет просмотр мультика. Дети лежат, смотрят телевизор пока. Также есть очень много разных игрушек. Места, где посидеть. То есть чем заняться есть всегда. Дошли практически до конца. Вот тот самый шестой корпус. Дальше у нас бассейн. Но есть еще и очень важное место. Это мангальная зона, где можете пожарить себе шашлычок. То есть мангала здесь много. Все нужные вещи вам предоставят, причем больших количеств. С вас мясо, уголь. И пожарить не хочу. Теперь давайте перейдем к бассейну. Бассейн находится уже непосредственно перед выходом на пляж, где все пока дам. Поэтому дети сами никуда и не убегут. Можем увидеть, как происходит здесь купание. Детки балуют, наслаждаются стремительными моментами. Это глубокая зона. Также есть и душательный детский. На входе с пляжа имеется душ. То есть туда зона прохода. И вот сам выход на пляж. Давайте посмотрим еще детскую зону бассейна. Здесь есть кассеточка, ее ставят. Дети играют в волейбол. Она небольшая. Ну, вот так вот выглядит левая сторона. Куть бассейна, наоборот, большой. Вот этот домик, кстати, сдается отдельно. Также рядышком с бассейном имеются лежаки. Теперь давайте посмотрим номера, какие здесь есть. А потом сходим на пляж. Сейчас мы с вами посмотрим котель. Поднимаемся на второй этаж. И здесь у нас трехместный номер. Очень широкая лестница. Смотрите, расположение. То есть у нас зеркальное, а с той и с этой стороны. Здесь находятся три номера. И на эти три номера есть свой собственный санузел. То есть один на три. Санузел выглядит вот так. Здесь унитаз есть. Есть раковина, зеркало и душевая зона. А теперь мы с вами посмотрим номер, который находится здесь. Смотрите, три разных кровати. Здесь есть холодильник, чайник, зеркало. С этой стороны есть штанга, на которую повесить можно вещи. И плечики. Есть тумбочка, телевизор и сплит-система. Также у этого номера есть свой собственный балкон. Балкон, честно, очень классный. Два стула. Стул. Есть сушилка. И вид во двор. Тоже везде зелень. Соседняя база. Красота. Стоимость этого номера на троих 5200 рублей. Так, ребята, сейчас мы посмотрим четвертый корпус. Смотрите, он вот так. С правой стороны аллейка. И здесь будет у нас номер со своим санузлом. Называется в категории здесь полулюкс. Поднимаемся наверх. Такая вот тоже очень удобная лесенка. Номер у нас рассчитан на четверых человек. Заходим в прихожая. С левой стороны есть шкаф. Есть холодильник, тумбочка, чайник, набор посуды. Есть вот такие вот две тумбочки по бокам. И здесь две односпальные кровати и раскладывающийся диван. Также есть предсистема и телевизор. С правой стороны имеется зеркало и на стене бра. С этого номера мы можем попасть на балкон. Балкон здесь сверх шикарный. Смотрите, мы выходим. Здесь территория базы. Море отсюда видно, это со второго этажа. Там семья отдыхает, то есть далеко от нас. Стол, четыре стула. Очень круто, честно. Вот прям эта терраса мне понравилась. А сейчас я вам покажу санузел. Есть унитаз, душевая кабинка, раковина и зеркало. Место для хранения выглядит вот так. Стоимость проживания в этом номере 9050 рублей сегодня. Цена указывается за номер на всякий случай, уточню. Это корпус номер 8, ближайший уже к морю. И здесь мы с вами сейчас посмотрим на первом этаже трехкомнатный со своей мини-кухней девятиместный номер. Находится на первом этаже. То есть здесь с каждой своей комнаты есть выход на террасу. Заходим у нас. Три двери это комната, с левой стороны санузел. Начнем против часовой стрелки, потому что так удобно. Первая комната. Есть мини-холодильничек, есть тумбочка под ним и набор посуды. Телевизор, сплит-система. Также есть кровать двуспальная, раскладывающийся диван на двоих человек. Еще одна тумбочка, зеркало. Есть штанга с плечиками и выход на балкон-террасу. Здесь у нас два стула с левой стороны. Есть стол и еще один стол. И вид на зеленую территорию двора. Смотрим следующую комнату. Здесь у нас идет кухня-студия. Двухместный раскладывающийся диван. Здесь есть мини-холодильник. Есть под ним тумбочка. Есть зеркало. Кухонная зона. Плита, мультиварка, чайник. Набор посуды. На обратной стороне телевизор. Тумбочка. Штанга с плечиками. Сплит-система. И также выход на свою террасу. На террасе стул, скамья, стол. Тоже вид во двор. Они рядышком. Две террасы находятся. Заходим в третью комнату. Здесь три раздельных кровати. Есть холодильник. Есть зеркало. Сплит-система. Штанга с плечиками. Свой телевизор. И еще одна тумбочка. Также имеется выход на террасу. Терраса представляет все такую большую зону. Здесь три стула. Есть стол. И тоже вид на зелень. Стоимость такого номера 16500 сегодня. И последняя дверь в этом номере. Это санузел. Санузел здесь очень интересное решение. Есть умывальник. Зеркало. В правую сторону дверь отдельно заходим. Здесь у нас унитаз. В левую сторону тоже дверь. Заходим. Здесь душевая. Это очень классно сделано. Один санузел. Чтобы хватало всем. Друзья, сейчас мы посмотрим шестой корпус. Который находится уже крайним перед морем. И здесь на третьем этаже у нас есть номер с панорамным видом на морюшко. Это будет очень красиво. Можете увидеть, что места много. Даже люди оставляют свои колясочки. Лестница очень удобная. Поднялись на третий этаж. И заходим в 611 номер. Номер рассчитан на пятерых человек. И имеет свою собственную кухню. Справа стороны как раз таки мы ее и наблюдаем. Здесь есть холодильник, зеркало. Также имеется набор посуды. Своя плита, чайник. В левую сторону шкаф. Дверь в санузел. И заходим в саму комнату. Здесь вот такое размещение кровати. Есть три односпальных, одна двуспальная. Тумбочка, перекатной столик, телевизор, сплит-система. И выход на террасу. Терраса здесь просто восторг, друзья. Я бы, если бы, наверное, сюда приехал отдыхать, спал бы на террасе. Открываете. И тот момент, когда вы сразу слышите море. Здесь есть кресло, качель, стол на четверых. Это реально фантастика. Мне кажется, один из топовых видов, о которых только можно мечтать на своем отдыхе. Я жду ваши отзывы, ребята, очень сильно. Шкаф выглядит вот так. А это санузел. Здесь унитаз, раковина, зеркало, душевая кабина. Стоимость проживания на пятерых человек в этом номере сегодня 15300 рублей. Вид, мечта. У нас есть 612 номер. Кстати, пожарная безопасность присутствует. Здесь номер рассчитан на 8 человек. Тоже очень интересно выглядит. Заходим. Здесь такая вот зона. Здесь есть холодильник, чайник с набором посуды, перекатной столик, зеркало, место для хранения. Шкаф у нас выглядит вот так. Здесь у нас есть санузел. Санузел большой. Есть унитаз, душевая, раковина и зеркало. Дальше у нас есть комната. Она такая просторная. 4 односпальных кровати в них имеется. Есть телевизор. Также сприт-система. Ну и 2 прикроватные тумбочки. А здесь еще одна комната. Тоже на 4 человек. 2 односпальных, 1 двуспальная кровать. Есть плит-система, телевизор, тумбочка. И выходим на террасу. Терраса здесь тоже очень крутая. Есть стол, кресло, 5 стульев. Вот такой вот качель и еще 2 кресла. Также вид у нас на морюшко. Бассейн. Ну и здесь в правую сторону мы видим еще и закат, ребята. Это фантастик. Представляете, вы живете и постоянно дышите морем. Для меня это что-то невероятное. Это очень круто. Стоимость отдыха 16 тысяч рублей. Сейчас мы смотрим с вами седьмой корпус, который находится непосредственно уже перед выходом на пляж. И здесь у нас будет студия со своей кухней. Заходим. С левой стороны номер 702. С левой стороны у нас шкаф. С правой стороны как раз-таки небольшая кухонная зона. Есть холодильник, чайник, плита. Набор посуды здесь тоже есть. С правой стороны находится санузел. Здесь у нас унитаз, раковина, зеркало и душевая кабинка. Здесь, кстати, писали и говорили о том, что душевые кабинки предпочтительнее, чем просто душ. Здесь их тоже много. Есть тумбочка, зеркало в комнате в основной, телевизор, сплит-система, двухспальный диван раскладывающийся, тумбочка. Также есть кровать односпальная и двуспальная. И как и везде, здесь есть своя терраса, на которую мы с вами выходим. Терраса с шумом моря, я вам так сказал бы. Есть стул, стол, скамья и еще два столчика. Ну и здесь выход на море. И рядышком находится бассейн. Стоимость проживания в этом номере 12 тысяч рублей сегодня. Друзья, также здесь проходят анимации. Я вам сейчас на экран выведу расписание, допустим, на сегодня. Также ребята все публикуют в своем телеграм-канале, когда что здесь происходит. И сейчас уже заиграла муночка, и детки спешат танцевать, развлекаться. Это тоже очень хороший момент отдыха в этом отеле. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Откуда вы приехали? Тула. Как вам вообще отдых тут проходит? Мне шикарно. То есть нравится все? Детям нормально. Вот был последний день штормик такой небольшой. Ну, что, бассейн. Бассейн есть, уже хорошо. Инфраструктуры хватает там покушать, развлечения? То есть не скучаете ли? Нет. Ну, то есть все отлично? Да. Все. Вопросы больше не... Мне нравится. Приедете сюда еще? Я хотел бы. Дай бог, чтобы у вас была такая возможность. Отдуши, спасибо. Предлагаю вам пробежаться на пляж. Покажу вам вообще территорию. Как она там выглядит. Здесь, смотрите, работает многоморечка. Есть лавочки, чтобы посеять. Есть турнички размяться. И две качели. На пляж идет такая вот деревянная дорожка. Причем тут, видите, дюны не сносили ровно трактором, а просто по рельефу ее проложили. Это классно. Мне когда здесь сказали, что до пляжа 5 минут, я говорю, ребят, вы же вообще в принципе на море все находятся. Ну, что вон уже флаг горит. Сегодня штормит. И купание запрещено. А люди приходят дождь свежим воздухом и обдаются волнами на самом берегу. Пока я вам показывал все, там 40 секунд, и мы уже с вами видим море. Это земля. А тут есть еще и номера с панорамными видами именно на море. Вот такое вот интересное место сегодня для вас снимаем. Я надеюсь, что вы это оцените и напишите свои отзывы в комментариях. Поставите лайк, чтобы таких видео на канале появлялось больше. Чтобы когда вы приезжаете к нам, могли посмотреть, как это выглядит дистанционно. И уже принимать решения на 100% в пуге. Убежденными, что здесь очень все классно. То есть вечером захотели, пошли на море. Не захотели, не пошли на море. Потому что море у вас всегда с собой. Я считаю, что это, наверное, один из лучших вариантов отдыха, который только может быть, когда ты живешь непосредственно в море. Тыщишь постоянно морским воздухом. Завидую тем, кто здесь, честно, отдыхает. Дай бог, всем таких возможностей. Сегодня, видите, ветер. У нас южак. Змеи запущены. Там кайтер пытаются. В общем, красота. Все, друзья. Минута 40 секунд. Мы прямо на пляжной территории. Здесь есть прокаты. Работают они непосредственно, когда нету волны. И купание разрешено. Сейчас все на берегу. С левой стороны есть детский городок. Детки там лазают. То есть можно прийти, взять в аренду. И дети ваши будут играть. И выходим на пляж. Что надо отметить? Что здесь пляж. Полностью все вам придется оплачивать отдельно. Так как оно в стоимость у вас не входит. Надо лежать, оплатили. Надо там попить. Тоже пришли, купили, заплатили. Но эти услуги здесь есть. Они предоставляются. Не хотите платить? Просто вышли сами себе. И отдыхаете вот там. Хотите здесь. То есть все тоже свободно. Места невероятно много. Ну, а вот можно посмотреть, как люди правильно купаются в такую погоду. То есть подошли к береговой линии. Их обдают волной. Они вводят в удовольствие. Видите? Табличка стоит, что купание запрещено. Я честно советую не рисковать. Так вот стояли. Удовольствие получили. Красота. Кстати, здесь пляжи гораздо свободнее, чем на центральных ваннах, ребята. Поэтому, если что, вдруг приходите отдыхать. Наслаждайтесь. Просто можно прогуляться в пляж. Что за дача? Бугатская коса находится. В общем, удовольствие на все 300-400%. Ребят, если вам понравился обзор, пишите об этом в комментариях. Лежаки, кстати, здесь по 300 рублей. Будет интересно вас услышать. Если не понравился, что-то там вам не устроило, там всегда за цену критикуют. Я же цены не устанавливаю. 26,1 температура воздуха сегодня. 1 июля снимаю это видео. Но что выйдет она позже, уже, возможно, и шторма не будет. Потому что он уже должен закончиться. И замерюсь сейчас вам температуру воды. Температура моря сегодня вот такая. 22,4. Стало прохладнее, чем было. И все равно купаться можно в удовольствие. Друзья, Благовещенское. Это довольно-таки интересное место для того, чтобы сюда приехать на отдых. Привезти своих детей. Оздоравливаться. Дышать морским воздухом. Кварцевый песочек. Великолепные пляжи. Низкие дюны для тех, кто не любит лазить по горам. Более тихое место. Если сравнивать, допустим, с Анапой или Витязево. Потому что здесь нет такого огромного количества всякой движухи и развлечений. И выбирают его люди уже осознанно. Потому что здесь можно ездить на Бугасскую косу. Можно заниматься кайтсерфингом. Я здесь долго встретил ребят, которые так же, как и я, очень его любят. Поэтому приезжайте, получайте удовольствие и отдыхайте по максимуму. Так что, ребята, жду вас. Еще раз говорю, в комментариях подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. В Телеграме все появляется гораздо быстрее. Будем рады вас везде. Юрий Азаровский, также ВКонтакте и Андерс Зен. Это ваша, может быть, самая большая благодарность для меня. Так как работаем, как говорится, за только ваши комментарии и отзывы. Искренне отдуши. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. И вот такая вот великолепная база для отдыха на Черноморском побережье. Прям на берегу моря. Прям на берегу моря. Искренне отдыхает. Продолжение следует... Продолжение следует...